Так выглядит сгоревший корпус сегодня. Спасатели работали всю ночь без перерыва, но остатки здания продолжают тлеть. Никто не пострадал. Здание давно заброшено, но совсем рядом жилые дома. Здесь никто не жил, поэтому какие могут быть причины возгорания. Свет отключен, все отключено. Наталкивает на мысль, что просто кому-то нужна зеленая зона, очередному большому застройщику. Все говорят, что видели молодчиков. Молодые парни в черном одеты, капюшоны. На голову все склонили голову и ушли. Я тоже их видела, но чуть подальше. Двухэтажный корпус загорелся около 10 часов вечера. Пожарные приехали на место быстро, но не обнаружили заброшенки ни гидрантов, ни воды. Санаторий принадлежит Укрпровздравнице. Санаторий в заброшенном состоянии. Данный корпус не действующий. Проблемы с пожарными гидрантами там не было, ввиду отсутствия таковых. Пожарные гидранты использовались в городских сетях. Когда-то санаторию Красной Зори принадлежало 14 гектаров. Здесь располагались 6 корпусов. Окончательно санаторий закрыли в марте этого года. Теперь здесь полная разруха. Несколько раз были пожары. Обитают бездомные. А также здесь нашли труп. Ну так просто не может быть. Один пожар, второй пожар. В пятом корпусе у нас нашли человека мертвого. Просто мертвый. 10 дней пролежало. Мама Ольги проработала в санатории 40 лет. Всем, кто помнит былое прошлое, смотреть на разрушенные корпусы сложно. Меньше чем за год здания пришли в упадок. По полторы тысячи человек отдыхало за месяц. Это были очень красивые времена. И директора были, которые достойные. Они уходили, менялись. Не было такого никогда, чтобы вот так такая разруха. Как Одесса на все это смотрит. В прошлом году даже люди здесь отдыхали. Тем временем в полиции уже заявили, что проведут расследование по факту отсутствия здания гидрантов и других противопожарных средств. Причины пожара устанавливает ГСЧС.